Здравствуйте! С вами программа «Давайте разберемся». Я ее ведущая Наталья Заченко. Сегодня я предлагаю обсудить ключевые проблемы Запорожской области и пути их решения. Что беспокоит жителей региона? Сохранение мира и порядка, поддержка военных. Очень много вопросов вызывает безопасность пассажироперевозок в области. Ну и одна из таких нашумевших тем последних недель – обсчеты и обманы потребителей в Запорожгазе. Разбираться есть с чем, согласитесь. Поможет нам в этом человек, полностью владеющий ситуацией в Запорожской области. Сейчас смотрим его видеовизитку и переходим к обсуждению. Брыль Константин Иванович год рождения 1970-й окончил Омское общевойсковое училище, Национальную академию внутренних дел Украины, Национальную академию государственного управления при президенте Украины, Межрегиональную академию управления персоналом. Кандидат юридических наук имеет звание заслуженный юрист Украины. После службы в Вооруженных силах Украины служил в органах внутренних дел налоговой милиции СБУ. С 25 сентября 2015 года первый заместитель председателя Запорожской облгосадминистрации. Здравствуйте, Константин Иванович. Рада приветствовать вас в нашей студии. Я предлагаю для начала охарактеризовать в целом ситуацию в Запорожской области, что делается для сохранения, как я уже сказала, мира, порядка. И главное, можем ли мы сейчас чувствовать себя в безопасности. Одно могу сказать, что каждый раз выступая на телевидении перед журналистами, я говорю, что не надо поддаваться никакой панике. Мы сейчас, это вооруженные силы, правоохранительные органы, это не то, что было даже два года назад, это, скажем, структуризированные подразделения, которые занимаются каждой своей задачей, каждый на своих местах, каждого свой функционал. Тем более, областная администрация Запорожской области на границе, вдоль ограничений с Донецкой областью, силами за бюджетные деньги, с помощью фонда обороны строит укрепрайоны. Мы их передаем военным, у нас уже первая линия сдана, сейчас переходим ко второй линии. Ну и, скажем, те мероприятия по безопасности, которые проводятся, которые даже наши граждане не видят, я хочу просто успокоить всех, потому что эта ситуация контролируется, и Служба безопасности Украины, и радует то, что уже начала национальная полиция потихоньку заполнять свои кадры, выполнять свои функциональные обязанности. Очень сильно помогает национальная гвардия. Мы прекрасно понимаем, что в момент реформирования полиции нам не хватало сил и средств, скажем так, и нельзя было закрыть те бреши, которые появились. Национальная гвардия на уровне руководства страны выполняла дублирующие функции по охране общественного порядка и по работе вдоль линии разграничения. Что делается для помощи украинской армии со стороны областной власти? Ну, помощь за прошлый год, могу сказать, только в цифрах. При областной администрации есть фонд обороны, через который мы только 7 миллионов 800 тысяч это передали воинским частям протокольно, по тем нуждам и по тем заявкам, которые не могли из бюджетных денег закрыть эти финансовые бреши. Наши военные, это национальная гвардия, служба безопасности, нацполиция. Практически все силовики получили помощь из областного бюджета. Ну, одно могу сказать, что и поблагодарить, это больше всего и волонтеров, и общественников. Мы знаем, как на ту беду, которая произошла у нас в стране, сразу начали откликаться и общественники. Очень большая помощь была с их стороны. Это при организации дежурств самообороны на блокпостах. У нас их 31 и до сих пор не существует, хотя многие говорили и были противники того, что уже хватит. Но все-таки забывают о той ситуации, которая происходит. За прошлый год на этих блокпостах, если взять по всей Украине, больше всего было изъято оружие, боеприпасы. И мы прекрасно понимаем, что, не дай бог, это оружие доехало туда, куда нужно было. Потому в целом эта работа продолжается и дальше. Буквально завтра у нас расширенное заседание. Я вызвал всех глав администраций государственных и командиров всех подразделений воинских частей, которые у нас находятся на территории области, для того, чтобы согласовать в дальнейшем эту взаимопомощь, согласовать в дальнейшем работу блокпостов, кто за них отвечает. За блокпосты, не скрываю, отвечают главы администрации районов, потому что на блокпостах дежурят наши с вами бойцы, которых надо кормить, обогревать, светом обеспечивать, ну и все остальные вопросы, которые связаны с жизнедеятельностью. Константин Иванович, сегодня много говорят о шефской помощи вооруженным силам от городов, районов. Как это будет реализовано на практике? На какую поддержку могут от них рассчитывать военные? Ну, новые задачи по поддержке армии, это определено в указе нашего президента, это инициатива президента. И за нами, за областной администрацией закреплено 11 воинских частей, 7 министерств обороны, 3, это воинские части Нацгвардии и одна часть пограничников. Потому разработан план шефской помощи, есть соответствующее финансирование. Я обращаюсь ко всему активному и тому бизнесу, которому не безразлична судьба наших граждан. Многие бизнесмены откликаются на фонд обороны. Буквально вот за первый месяц мы уже больше миллиона перечислили в те воинские части, где связаны с теми проблемами, где им не хватает, скажем, тех бюджетных средств осигнования Министерства обороны. Для чего это сделано? Почему-то все думают, что помощь заключается только материально. Но все забывают о том, что существуют еще члены семей военнослужащих, которых надо трудоустроить. Ихние дети должны ходить в садики и школы. Плюс, кроме военной службы, у наших бойцов должно быть еще какая-то отдушина моральная. Они должны понимать, что общество о них помнит. Поэтому мы подключаем и школьников, и трудовые коллективы. Приглашаем бойцов наших, которые там были, для того, чтобы они на уроках мужества в школах сделали рассказ, чтобы дети знали, что действительно происходит там. И поднимаем патриотический дух, скажем так, бойцов, стараемся этим делать. Этим указом президента, в принципе, определены все цели и задачи. У нас в областной администрации разработан план мероприятий. Это шефской помощи. Естественно, что нам одним не справиться. Это только с помощью активного бизнеса, крупного бизнеса. По крайней мере, я веду каждый день. Буквально нету такого дня, чтобы не было переговоров с каким-то бизнесом о помощи. Помощи всяческие. По воинским частям собрали все заявки сегодня с гвардии. Заявки, конечно, внушительные. Но будем их стараться решать все. И будем это делать. Вот, к слову, как вас помогает военным после демобилизации? Не получится ли так, что люди остаются наедине со своими проблемами? Ну, по крайней мере, у нас работают центры помощи участникам АТО. Плюс у нас через системы социальной помощи мы следим по всем демобилизованным. У нас 10 тысяч в Запорожской области было призвано для воинской службы. И уже 5 возвращено. Говорится, вернулись на родину. Очень большая работа идет по помощи, по трудоустройствам, по обучению, по морально-психологическому, скажем так. Мы понимаем прекрасно, что многие приезжают с психологическими травмами. Потому что то, что происходит на войне, для человека, который был в мирной жизни, не всегда, скажем, получается, многие где-то не переживают. Давайте не будем забывать, мы помним воины в Афганце. Мы помним, когда я еще был, учился в военном училище, когда ребята возвращались с Афганистана, многим было тяжело привыкнуть к мирной жизни. И задача общества, и власти в том числе, не дать, чтобы эти ребята остались один на один со своими проблемами. А проблем у них хватает. Первая проблема, которую мы озвучиваем, это, скажем так, циничная, может, в некоторых вещах, что из 2,5 тысяч человек, участников АТО, которые подали заявки в геокадастер, в систему геокадастер, на получение земельных участков, можно только вдуматься, получило только 60 человек. И мы на сегодняшний день поднимаем этот вопрос перед кабинетом министров, перед администрацией президента, про диалог с органами геокадастера, для того, чтобы как можно быстрее закрыть эту брешь, и чтобы люди, которые имеют право на эту льготу, получили эти земельные наделы. Ну и в этом направлении работаем. – Хотелось бы более подробно еще остановиться на проблемах пассажирских перевозок в области. Проблема есть, и довольно серьезно она стоит сегодня. Люди жалуются на то, что не чувствуют себя безопасно в маршрутках. Это понятно, участились и аварии, в том числе со смертельным исходом. Как бороться с этой проблемой? – Вы знаете, это уже, знаете, я уже, начали мы эту работу в прошлом году, и многим кажется, даже некоторые злопыхатели, которые смотрят на эту ситуацию, что эта ситуация заезженная. Я хочу просто сказать, что нами разработан просто план мероприятий, который сведет эту коррупционную составляющую и выведение из тени всего то, что происходит. Но этот план, скажем так, немножко бюрократический и длинный. На сегодняшний день мы очень далеко продвинулись в этом отношении. Одно могу сказать, что как бы ни старались, скажем, противники того, что происходит, помешать созданию коммунального предприятия, коммунальное предприятие нами создано. Мы хотим, чтобы на базе этого коммунального предприятия была не только система обеспечения и качественного контроля, а именно качественного контроля за пассажирскими перевозками. Там будет и технический контроль, и мы просто предоставим альтернативу, которая покажет, что в перевозках должно быть все прозрачно. На сегодняшний день мы прекрасно понимаем, что это крышевание со стороны правоохранительных органов, бывшие осколки бывшей власти пытаются, криминалитет, все в этом были завязаны. Вот мы сделали детальный анализ по тем запросам от всех перевозчиков, количеству автобусов и количеству водителей. Я думаю, что мы на той неделе объявим просто эти цифры, потому что мы передаем их правоохранительные органы, потому что не все водители оформлены. Почему не все водители оформлены? Потому что на каждом маршруте существует дополнительный, скажем так, теневой сектор, в разы превышающий то количество, которое должно работать в паспортном маршруте. Это естественно, что это все черный нал, это все, скажем так, без уплаты налогов, без соответствующего оформления водителей в законном порядке с уплатой того же подоходного налога. Позиция президента, позиция власти, это как можно больше выводить теневого бизнеса в легальный. Не все с этим согласны. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем, сверхприбыль у них на первом месте, качество, как вы говорите, безопасность на втором. Почему? Потому что там, где есть сверхприбыль, они за этим забывают. Ну и плюс не надо забывать, что система контроля у государства немножко хромает, потому что идет преобразование системы, например, ГАИ, в той же нацполиции, которые должны за этим следить, транспортно и все. То есть система контроля нарушена. Это теневики используют в своих целях с целью сверхприбыли. Но мы продвигаемся вперед. И плюс на это коммунальное предприятие у нас на сегодняшний день уже есть переговоры с инопартнерами. Я не хочу загадывать, не говорить о суммах, не говорить о количестве транспорта, наносить договоренности с немецкой стороной, с австрийской стороной, прорабатываем варианты больших автобусов, которые должны ходить по центру города. Наша политика совпадает полностью с политикой мэра города. То есть мы эти рэперные точки, скажем так, конфликтные соединили и прекрасно понимаем, что мы должны сообща это все делать. То есть мы хотим, чтобы та картинка, которую мы объявили, которая должна быть, чтобы жители города ее увидели. Очень много лет пытались перевезти на большие автобусы, но может быть удастся. А сроки какие-то есть по созданию КП? КП уже решением облсовета создано. Все, теперь мы, вот следующая сессия выделения 6 миллионов на обустройство, на техническое оснащение, будем заключать договора с теми перевозчиками, которые у нас, скажем так, не в черных списках. Те, которые качественно выполняют те требования, которые ставит перед ними областная администрация, это и по техническому состоянию автобусов, качественному подбору персонала своего этого водителей, отсутствие, скажем, чрезвычайных ситуаций в этих предприятиях, это связано с гибелью людей в первую очередь. И именно те требования, которые мы выдвинули, по большой вместимости автобуса, по оформлению договорных отношений с водителями, если они, скажем так, в том законном порядке, то мы на это коммунальное предприятие будем договорными частями именно более дисциплинированных надевать и будем запускать их на маршруты. Еще одна проблема, которую не могу не поднять в сегодняшнем интервью, осторожным, к сожалению, нужно будет не только садясь в маршрутку, но и у кассы рассчитывать за коммунальные услуги. Масса жалоб на обсчеты, обманы в Запорожгазе. Как заставить газовщиков работать все-таки в интересах потребителей, а не олигархов? Ну, я думаю сказать, что эти все вопросы почему-то в четвертом квартале 2015 года очень резко начали появляться, жалобы граждан о том, что незаконно производится съем счетчиков. Я вам просто приведу один пример. Когда приехала жительница одного из сельской местности и со слезами на глазах показывает мне платежку. Я помню эту платежку, 7,5 тысяч гривен. Вот она говорит, что ей в начале лета приехали газовщики, сняли счетчик для проверки, и 2 или 3 месяца не устанавливали, а потом в конце установили, но за это время выдвинули счет. И бабушка говорит, что показывает книжку, что я даже в зимний период при отопительном сезоне платила в 3 раза меньше. Я этим вопросом заинтересовался, начали поднимать этот вопрос. И вы знаете, я хочу большое спасибо сказать нашей общественности. Настолько это было, видать, информация дошла сразу всеми, она была для всех болезненна. Мы видим, как у нас общество просто взорвалось. И было блокирование, и запрос, что был газа, и всего остального. Но одно могу сказать. Одна из общественных организаций, скажем, попросила, не без различных людей к этой проблеме, предоставить им счетчики для экспертизы. И просто вы знаете, те акты, которые я видел в руках держал, когда счетчики завышают потребление газа в 2,5 в 3 раза, то есть человек, например, потребил 100 кубов, а ему счетчик показывает 300. Мы прекрасно понимаем, что это идет чистое обворовывание населения. Мы уже не говорим про качество газа, потому что оно по экспертизам должно проверяться, и должно быть соответствующей нагрузке килокалорий. И мы прекрасно понимаем, люди даже сами все замечают, что они раньше меньше потребляли и меньше платили, а теперь больше потребляют и больше платят. Мы прекрасно понимаем, что здесь работает коррупционная составляющая этого подразделения. Нами эта вся информация была обобщена, мной было подписано письмо на премьер-министр Украины о создании рабочей следственной группы для проверки данного предприятия, для выводов и передачи документов в правоохранительные органы, чтобы это предприятие сделало какие-то кадровые изменения. На сегодняшний день эта работа проводится. Я хочу поблагодарить нашу общественность, которая очень быстро, локализованно подняла все эти критические точки, предоставила нам эту информацию и дальше работает в этом направлении. Но нельзя на таких потерях, которые рисует наш Запорож АС, которые сегодня не подтверждаются. На сегодняшний день есть уголовное дело в службе безопасности Запорожской области, где даже первоначально ознакомившись с их материалом, видим, что те потери, которые показывают, не подтверждены. А объемы этих потерь ложатся просто-напросто на плечи граждан. Один из приоритетов, задекларированных областной властью, это поддержка бизнеса, недопущение административного давления на предпринимателей. Хотелось бы узнать, какая конкретная работа ведется в этом направлении. Ну, инициатива президента нашей страны, это прежде всего снижение уровня давления всех контролирующих органов на бизнес-структуры. Мы прекрасно понимаем, что все зависит от человеческого фактора. В тех же правоохранительных органах работают наши с вами сограждане, которые рядом с нами ходят по улицам, но живут немножко в других измерениях. У нас были примеры такие, незаконного давления на бизнес, и мы включались как со стороны власти. На сегодняшний день идет через круглые столы, через комитеты наши по предпринимательствам обсуждение таких проблем. И потому я могу одно сказать, что власть не будет стоять в стороне и всегда будет принимать участие в таких конфликтах. Ну, последний конфликт мы знаем с фирмой «Клеон». Пришлось уже свое вмешательство для того, чтобы разобраться, почему были обыска, изъятие компьютеров, всей другой техники. То есть это у нас в медиапространстве, в Запорожской области общественности было поднято, скажем, на высокий уровень конфликтности. На сегодняшний день есть договоренность с государственной фискальной службой по объективному рассмотрению данного дела. И, в принципе, конфликтная ситуация, уровень температуры этот снижен. Но еще раз повторяю, что власть никогда не будет в стороне на тех вопросах, где граждане выдвигают те требования, которые гранисят с беспределом, даже можно где-то сказать, сконтролируясь их органом. Вот такая позиция. Константин Иванович, как коррупцию и бюрократию поможет преодолеть так называемую реформу децентрализации? И что она даст конкретно обычным людям? По поводу децентрализации у нас очень жесткая позиция. Если мы хотим, как говорится, в Европу и те начинания демократические, которые должны исходить снизу, а не сверху, это, во-первых, хочу подчеркнуть, что это инициатива нашего президента. По поводу децентрализации у нас на сегодняшний день уже создано 6 громад в нашей области. В этом году есть прямые бюджетные отношения с громадами и бюджетом. На них уже выделено 46 миллионов в этом году. И плюс 5 миллионов мы выделили на эти 6 громад с областного бюджета. Это внушительная цифра. Но что я хочу сказать? Сама суть построения взаимоотношений – это передача всех прав вниз на места громадам. У нас очень много противоречий, которые на сегодняшний день существуют и которые надо решать. Самое главное противоречие – это земельные отношения. Вот я вчера буквально был с выездом в одном из районов, собирал всех председателей сельсоветов и спрашивал их мнение по поводу мнения громад. Конкретно был в Ново-Николаевском районе. И все председатели сельсоветов практически за такую позицию, но на сегодняшний день почему-то у нас пропала информационная поддержка. Вот я почему прошу всех правильно понимать этот процесс. И потому все зависит от агитации населения и разъяснения их позитивных вещей, которые они получат в результате децентрализации. Создание громад, районов и области. То есть люди сами должны решать, кому выделять землю. Люди сами должны решать, куда тратить их собранные налоги на местах. И я думаю, что это приведет только к тому позитивному, которое есть, мы видим в западных странах. Анализируя ту же децентрализацию, например, в Польше, они к этому шли 10 лет. Да, не все было гладко вначале. Потому у нас почему-то люди боятся поменять стереотипы. Они жили в одном районе, теперь будет громада. Меняется название, меняется подход. Но одно могу сказать, что государство проработало эту систему, именно соединение всех логистических мероприятий, образования, медицины. Эти все вопросы должны, во-первых, обсуждаться внизу населением, и от них должна произойти инициатива. Мы ждем от, скажем, районных администраций, от сельсоветов, глубокой разъяснительной работы среди населения, что это все-таки позитив. Что это та реформа, которая нам необходима, как воздух. Потому что даже в вопросах земельных, если громада будет решать, кому надавать землю, какие-то получать преференции, а не в Киеве это будет решаться, то это будет очень большой плюс. На сегодняшний день это от тех основных причин, и, как я называю, те точки социального напряжения, связанных с проблемами в земельных отношениях, то это отдастся же вниз на места, и люди сами будут принимать решения. Хорошо. А как областная власть будет помогать вновь созданным громадам? Ну, во-первых, у нас создана рабочая группа по организационной работе в громадах. Эта группа объехала практически все районы и предоставляет методические рекомендации. Потому что многие люди до сих пор, даже представители сельсоветов, как у меня вчера на практике, многие не понимают некоторых вещей. Почему? Потому что не все вникают в те документы и те законы, которые спущены. То есть живут своей жизнью и думают, что кто-то за них что-то это решит. Вот мы эту работу сейчас подстегнули, ведем очень широкую массовую разъединительную работу. Ответственность за это положили прежде всего на главы администрации районов и на председателя сельсоветов, потому что именно снизу должна идти инициатива. А мы, как областная администрация, помогаем это все регулировать, законодательно оформлять, но и следим, чтобы это все было в рамках нашей Конституции. Вы ездите в районы, вы часто встречаетесь с запорожскими аграриями, и, наверное, они тоже поднимают свои проблемы, задают свои вопросы. Какая поддержка для них будет от власти? Для аграриев? Да. Ну, я вам могу сказать, что это тот пласт нашей Запорожской области, который может дать очень большой позитив и подстегивание, скажем так, территорий, даже в процессах децентрализации. Да, у нас в области очень большой сегмент крупной промышленности, но не надо забывать, что очень большой ресурс, заложенный резерв – это наша земля и наши аграрии. У аграриев одна проблема на сегодняшний день, и она известна и по телевидению, и по тому пику негодования аграриев. Это тот неправильный закон, который, я считаю, принят по спецрежиму НДС. На сегодняшний день, ровно три недели назад, мы собрали всех народных депутатов, которые у нас от Запорожской области, это мажоритарные депутаты, депутаты, которые родом из Запорожской области, всего было 12 человек, и вот самый первый вопрос, который был поднят на повестке, это все-таки изменение законодательства, чтобы селяне наши и фермера, которые и так стояли на коленях, чтобы их не положить лежа. Ну, по крайней мере, договоренность такая есть. Сегодня я знаю, что проект закона зарегистрированы изменения в этот закон. Это одна из тех, скажем, точек, которые для них очень болезненны. Вторая, самая главная проблема, это то, что аграрии всегда находятся, скажем так, в зоне риска, когда заканчивается договорная часть по аренде земли. То есть они, опять-таки же вопрос с геокадастром, направляют документы на продление. А бывают случаи в нашей Запорожской области, когда приходят документы, и собственные документы из земли становятся люди совсем с другой области. Мне понятно, кто, которые не несут никакой социальной нагрузки в селе. Мы знаем, что любой фермер в селе – это тот, который содержит рабочие места. Многие фермеры, я знаю, очень сильно помогают нашим блокпостам, нашей армии, помогают детским садикам в школах, то есть несут социальную нагрузку. Я считаю, что в этом аспекте позиция власти должна быть только помогать. Хочу обратиться к нашим фермерам всей Запорожской области. У нас на сессии облсовета мы приняли решение о проведении операции «Урожай-2016». Но хочу успокоить всех, что это не очередной какой-то наезд власти на сельхозяйственник, а наоборот – наведение порядка. Я встречался с фермерами на их ассоциации и говорил, что не надо бояться того, что власть будет проверять те земельные отношения фермер-государства, где они не оформлены. Если фермер обрабатывает землю, содержит рабочие места, платит налоги, но земля в договорной основе не оформлена законным порядком не по их вине, а по вине системы геокадастра, то задача власти – это надо будет просто проанализировать, помочь им в правильном оформлении, а те люди, которые обрабатывают землю, вообще не платят налоги. Вот к ним у нас будет очень много вопросов. На сегодняшний день я издал распоряжение, по которому в области происходит полная инвентаризация земельско-хозяйственного назначения. Мы полностью анализируем процентную нагрузку уплаты налогов, смотрим за тем, кто из этих сельхозяйственников выполняет социальные нагрузки на местных территориях, и будем делать свои выводы. Но одно могу сказать, в этом вопросе надо вести порядок, потому что очень большое количество земли, например, по документам у нас пасовыща, на самом деле они годами разрабатываются, получаются прибыли, и налог не уплачивается. Вот потому к таким сельхозяйственникам будет особое внимание со стороны фискальной службы, правоохранительных органов, государственной администрации. Все, во всем должен быть наведен порядок. И мы хотим, чтобы в конце года мы увидели какой-то экономический эффект для территорий. Я могу один пример только привести. Сделан был эксперимент на территории Бердянского района, главой администрации, инициативно самим. И он провел, скажем, такую поверхностную инвентаризацию. И только в результате этого более 3,5 миллиона он получил в бюджет Бердянского района. И поверьте, эти деньги есть куда тратить. У нас настолько много проблем в селах, что эти дырки надо латать. А правильная, скажем, плата за землю – это основной доход на территориях внизу. – Конец Иванович, ну, латать дырки, причем активно, пора уже и на запорожских дорогах. И не мне вам рассказывать, что состояние их довольно плачевное. После зимы еще ухудшилось. Есть ли деньги на это в бюджете области? – Одно могу сказать нам, если по сравнению с прошлым годом выделено бюджетирование на 10% меньше, чем в прошлом. Хотя состояние дорог только ухудшилось в разы. Есть проблема. Есть проблема даже в том, что, например, Запорожская область получила осигнование ровно в два раза меньше, чем, например, та же Днепропетровская область. Хотя нельзя сравнить состояние дорог Днепропетровска. – А почему такая несправедливость? – Ну, не то, что несправедливость. Просто не знаю, как это идет распределение. Мы на это сейчас обратили у Кабинета Министров особое внимание. Подали дополнительный пакет документов по нераспределенных коштах на дополнительное выделение. Почему? Потому что надо понимать, что Запорожская область – это, прежде всего, в летний период Бердянское направление. Это большой поток транспорт отдыхающих. Это раз. Приграничные районы у нас практически дороги убиты тяжелой военной техникой. Это два. Если, например, кто был в Розовском районе, прекрасно понимает, что это не дорога, а танкодром полный. И там требует не ямочного ремонта, а капитального ремонта. По крайней мере, у нас эта проблема поднята на уровень Кабинета Министров и наших депутатов. Я думаю, что все-таки в нашу сторону, в сторону Запорожской области, будет позитивно рассмотрен этот вопрос. Константин Владимирович, напоследок, хотелось бы поговорить о ближайших перспективах развития Запорожской области, куда мы движемся, и что предполагает стратегия развития Запорожского региона. На сегодняшний день на областном совете принята стратегия до 2020 года. Что я вижу для себя, это, как я уже говорил, стратегия развития. Это, прежде всего, наведение порядка в земельных отношениях. Это привлечение крупных инвесторов. На сегодняшний день хочу не то, чтобы похвастаться, а рассказать о том, что нами достигнуто с мэром города Запорожья инициатива. Мы нашли одного из инвесторов, который будет вкладывать и развивать деньги в рапорт. Я хочу сказать, что в конце этого года, в начале следующего, уже за поражение увидит явный результат, то есть будет новый терминал. Мы добиваемся и попали в программу развития аэропортов по системе Кабинета министров. Сумма 611 миллионов расписана, пускай до 2020 года, но это то, что даст нашей инфраструктуре развиться в том направлении, которое должно быть, это точка восточная нашей Украины, которая замкнет все логистические пути воздушные и даст прилив и рабочих мест, и бизнесу, и всему остальному. Ну, прежде всего, это наведение порядка и сохранение мира. Я считаю, что вот это все основные задачи, которые мы должны придерживаться стороны власти и населения. Спасибо за участие в нашей программе. Я хочу пожелать, чтобы все задуманное удалось воплотить в жизни как можно быстрее. Спасибо. А телезрителям напоминаю, у нас в гостях был руководитель Запорожской области Константин Брыль. Мы увидимся ровно через неделю. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!